Алло. Алло, здравствуйте. Алло, вас не слышно. Алло, кто это? А вам звонит стоматология? Евростон, город Сургут. Алло, слышно? Слышу, слышу. Да. Минутка, будешь послушать информацию? Быстренько расскажу. А че вам надо-то? Че вы звоните людям-то? Хотели бы приглашить на бесплатное осмотр? А я вам делаю оферту встречную. Я вам делаю оферту встречную. Продолжая разговор со мной, вы мне обязуетесь выплатить один килограмм золота за каждую минуту нашего разговора. Будем дальше разговаривать, нет? Все-таки не знаю, у вас тут указано, что вы музыка крут. Классно. Всего доброго. Что там указано? Алло, Алло, Антон, день добрый. Здорово. Да, это вас Валентин обирает, являясь представителем компании C-Group. Цель звонка – это обсудить с вами перспективы инвестиций. То есть в акции крупных российских и иностранных компаний на московской бирже. Может быть, слышали, рассматривали на перспективу. Как зовут? Валентин зовут. Валентин. Тебе нравится то, что ты делаешь? Еще раз? Тебе нравится то, что ты делаешь? Вот людям звонишь постоянно. Не предлагает именно получать дивиденды по российским компаниям. Ну да, вполне нормально. Ага. Тебе за это деньги платят? Ну, как в любой другой компании. Фридом и Финанси. Атони у нас есть. Везде платят. В банке, если вы работали, думаю, вам бы тоже платили. Ага. А тебе понравилось, если бы тебе днем и ночью звонили с подобными предложениями? Ну, мне так же звонят. С Тинькова. С Татона звонят. Тебе это нравится? Ну, интересно было. Ну, бывают интересные предложения. Послушать мнения со стороны. Не, а если днем и ночью будут постоянно звонить, тебе понравится? Ну, мне звонят как минимум два раза, три раза в день. Я тебя не спрашиваю, как сейчас. Иногда я сам перезваниваю. Я тебя не спрашиваю, как сейчас. Я тебя спрашиваю, если будут каждую минуту звонить в будущем. Тебе понравится? А, каждую минуту? Ну, да. Это уже другое. Смотря какая компания. Так, я тебя спрашиваю, понравится или нет? Думаю, нет. Вот что такое. Если каждую минуту, именно буквально каждую минуту. А ты каждую минуту звонишь или 2-3 звонка делаешь? Нет, не 2-3, нет. Где-то 10-20. Ну, примерно так и есть. Что примерно так и есть? Ну, то есть, ты делаешь то, что тебе бы самому не понравилось, только если бы ты находился по другую сторону трубки. Нет, немного по-другому. 10 звонков с утра и 10 звонков после обеда. А все остальное – это уже встречи с клиентами. Ну, выходит 20 звонков в сутки, правильно? Ну. Каждый звонок, если по... Ну, это не одному же человеку, правильно? Если в час хотя бы один звонок сделать перерывами, то получается, ты круглосуточно и людям звонишь. Ну, нет. Ну, как нет? Ну, вот так нет. Я сказал среднее. Это может быть и 10 в день, это может быть и 20, это может быть и 5 в день. Все зависит именно от встречи с клиентами. Я сказал среднее. Потому что есть клиенты, которые, соответственно, допустим, на месте в Москве, либо тут идет встречи, презентации и так далее. Ага, а с клиентами ты как встречаешься? Так же? И выходишь на улицу и там выдергиваешь людей. Почему на улицу? Ну, там стучишься, звонишь, звонишь. Ну, почему на улицу? Ну, знаете, вы как-то все утрируете, выходите на улицу и так далее. Понимая ваш такой легкий сарказм, но на самом деле это не так. На самом деле идет со звон с клиентами, предоставление. К вам к этому относятся? Что думают? И, соответственно, идет уже, намечается встреча личная. Отлично, отлично. Ты сказал, что созвон. Когда ты приходишь к человеку в дом, и он тебя не звал, ты нажимаешь на звонок, чтобы позвонить в дверь. Это, в принципе... Ну, вот я вам звоню. Это, в принципе, тоже созвон. Это все равно, что ты пришел ко мне домой и позвонил, хотя я тебя не звал. Что ты делаешь? Ну? Все равно. Ты сам сказал, что тебе не нравится, не понравилось бы это все. Что не нравится? Каждую минуту? Ну, если вам каждую минуту кто-то звонит в дверь, но я думаю, это никому не понравится. Если вам звонят раз в два дня, в три дня, ну, что здесь такого? Ну, а ты говоришь, ничего страшного, если мне каждую минуту разный человек будет звонить в дверь, да? Ну, я не говорю, ничего страшного, если один человек. Ну, сколько вам звонят в день? Ну, это же все разные люди. Тут ничего страшного. Подумаешь раз в минуту каждый день. Ну, а вам так звонят? Ну, примерно так иногда бывает. Ну, и что из этого, то есть все виноваты, либо как? Хочу узнать вашу идею, к чему вы это клоните. Да я клоню к тому, что ты занимаешься тем, что тебе самому не нравится. Почему? Потому что... Ну, вот почему вы решили за меня? Вот мне такие интересные. Я не на тебя решил, и ты сам это сказал. Переслушай за запись звонка. У вас не запись идет? Во-первых, нет, запись не идет. Запись идет звонка, это когда идет предупреждение клиента, потому что запись звонка идет по законодательству Российской Федерации. Предупреждается клиент, когда идет запись звонка. С юридической стороны. Да это не разница, нет. Без разницы, все равно у вас... Почему без разницы? Вот видите, вы опять все клоните, без разницы, без разницы. Если нет записи, что слушать? Да я просто знаю, как у вас колл-центры работают. Какое-либо программное обеспечение стоит. Все-всего будет. Какое? Телефон стоит? Телефон стоит. Не просто телефон. Это ты думаешь, что просто телефон? Просто трубка. А-а-а-а! Ну вы знаете, опять же все решили, не знаете, как весь формат работает. Зайдите к тебе банально на сайт нашей компании, посмотрите фотографии, как выглядит. А зал переговоров, как выглядит, там, не знаю, даже банально в столовой, я не знаю. И вот то, что вы говорите, это, возможно, где-то в других каких-то непонятных компаниях туда, я не спорю. Но в других нормальных это все по-другому. А вы, а вы самые честные, вы просто так в дверь никому не звоните, да, не приходите? Почему, почему, что вы имеете в виду? Ну я... В чем именно заключается? Ну я вот звонок заказывал у вас, я тебе добро давал мне звонить? Ну вот я вас набрал и хотел вас узнать, именно как вы к этому относитесь. Я то есть положительно, отлично, продолжим. Вы относитесь с отрицательным, значит, без проблем. Ваше право. Так ты на вопрос не ответил. Я у тебя заказывал звонок. Так вот, Инна, поэтому я вас набрал узнать. Вы не заказывали, поэтому я вас набрал узнать. Как вы к этому относитесь? Ты позвонил мне, по сути, в дверь. Ты зачем мне позвонил? А-а-а, вам что, не звонят в двери? А, то есть вам кто звонит в дверь, там что-то узнать, вы сразу начинаете агрессивно на человека как-то там задавать вопрос, а вам нравится звонить в дверь, а вы с какой целью и так далее. Правильно понимаю? Такой... Так я тебе, вот ты опять от вопроса, уходишь от ответа на вопрос. Я тебе давал добро, мне звонил. Я вас узнал, позвонил, вам узнать, даете добро, либо нет. И что ты каждому так звонишь? Вы даете добро, чтобы я вам позвонил? Нет, я не даю добро. Я спрашиваю человека, как он к этому относится, во-первых, как я вас просил, и хотели бы вы для себя это рассмотреть. Все, уже в зависимости, как человек. То есть человек реально для себя рассматривает это, какую-то альтернативу, без проблем. Но, если как вы, нет, значит нет. Все. Ой, ты вот и следишь за разговором, ты у меня ни разу не спрашивал, нравится мне то, что ты мне позвонил или нет. Так я вас просил, я говорю, слышали, рассматривали, может быть, для себя. Как к этому относитесь? Это вы меня наверняка не услышали. Так ты спросил про предложение, которое ты мне хочешь втюхать. Так предложение, инвестиции. Ну, втюхать это ваше уже выражение. Так что ты делаешь, что втюхать? Я спросил у вас ваше мнение. Вы уже как к этому относитесь, сказали, нет, это мне не подходит, не интересно. Все без проблем, ваше право. Как вы уже дальше? Все, до свидания, до свидания. Подожди, подожди, ну что ты на вопрос ответишь, нет? Ну, я вам на вопрос уже ответил, а вы на вопрос ответите? Я же вам задал, как вы к этому относитесь? Вы уже начали сразу. К чему? Пятая, десятая, дверь и так далее. Подожди, к чему? Верно ведь? Верно. К чему? А вот вы к чему? К чему? А вы к чему? Я тебе задал вопрос. Я вам тоже задал вопрос изначально, как вы к этому относитесь? Ну, я уже понял, что никак. Вы могли бы нормально изначально сказать, ну, отрицательно. все без проблем тема инвестиций значит для вас . стоит все вас больше никто не наберет молодец хорошо выкручиваешься тогда вы просто ответишь нет я тебе давал добро звонить мне нет так вот поэтому я вас и набрал чтобы узнать я я горит ударил человека чтобы узнать что я его бью или нет вы здесь уже берете дверь уже берете ударить 5 10 тоже выкручивайтесь хорошо я набрал вас вот набрал вас конкретно целью цель звонка какая компания и узнать как вы к этому относитесь что думаете хотите не хотите дальше дело за вами так я я тебя давал добро мне звонить я вам сказал я вас набрал чтобы узнать ваше мнение вот и все ну ты узнал мое мнение да я узнал да вы сказали вот я к этому отношусь отрицать это нормально вы относите вас именно соответствующей компании cf больше никто не наберет это нормально ну ты не нужно вы отрицательно к этому относитесь валерий слухаешь я тебе не говорю что я отношусь к этому 30 но по вашему уже диалогу то есть так это твою лично уже к этому настроена но уначале могу ну значит здесь заблуждаюсь хорошо потому что без проблем это уже другое это уже другой вопрос ну а как мы с вами говорим письмо то дверях по сути ты пытаешься выдать свое личное мнение осуждение за мои нет я могу заблуждаться не заблуждается говорю нормально при а как ты можешь на нормальное предложение людям сделать если ты уже несколько раз заблуждался в ходе разговоров ну я заблуждаешь по ходу вас конкретно по ходу своего того что хочу вам предложить это уже другое тут 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 я не заблуждаешь да специально не здесь вот именно касаемо вас как вы к этому относитесь вот именно а касаемо уже предложение это дело другое врач может заблуждаться в психологии пациента но если он знает что здесь болит это там болит это надо сдать анализы это то же самое дак а теперь самый главный вопрос откуда у тебя мой номер телефона да без проблем этим занимается маркетинговое дело обычно берут номера с интернета может быть где-то оставляли просто как вам сказать каких-то сайт и объявления если же нет то может быть являетесь руководителем какой-то организации то это открытая база данных игрюл то есть единый государственный рейстр юрлиц россии либо 1 либо 2 вариант говорю открыто какие-то а там рядом не заметил была приписка типа звоните кто хочет когда хочет но если вы являетесь юрлицом то вы являетесь уже публичной личностью вас могут набрать обсудить сами какие-то проекты там это миссионного либо ну ты че ты че кому звонишь юрлицу и сейчас когда я вам сказал вы сейчас вы спросили откуда номер я вам звоню как человеку для начала а дальше вы себя как хотите так и поизоляционируйте в плане открытия счета биржевого потому что можно открывать как юрлицо можно открывать как физлицо потому что на бирже и идики и юрики не понятнее не имеешь кому ты звонишь я вам сказал уже откуда номер я же не знаю кому я звоню за вами же не слежу я же не фсбшник нет ты мне не сказал откуда номер ты предположил только я вам сказал два варианта либо вы оставили номер в интернете первый момент либо второй момент вы являетесь юрлическим лицом если для вас это так принципиально то есть откуда номер я могу вам сейчас дать запрос и в течение там двух минут мне ракетинг-гвардейл скажет откуда ваш давай перезвони жду если ты честно да без проблем да без проблем все ждите алло да еще раз здравствуйте слушаю соответственно предоставлено вы ранее были ликвидатором то есть фирмы револком хочу да и там соответственно контактные данные ваши остались я так понимаю вот вы являетесь неким родом юрлицем правильно понимаю так а чего взяли что это именно соответственно имя антон и чё как а вы убедили вот его набрали а вы убедили так вас и набрали вы сказали если вам бы обратились по имени антон вы искали это не антон это там примеру михаил ну значит не туда попали все до свидания ну и я могу опять дать информацию мне скажут дальше что а дальше что чего дальше что ну узнаю и мой что дальше что зависимо того что вы не гражданин страны не имеете права инвестировать либо что я не могу понять но я тебе говорю о том это так важно кто вы совершенно по вторым людям не спрашиваю че мне надо я понял то есть мне надо начали позвонить сказать там кому принадлежит этот номер ну на одну допрашивая до человека правильно понимаю то есть на допросе будет допрашивать у тебя что полномочия есть допрашивать а так вы сами сказали так надо же спросить допрашивать кто 5 10 так поэтому я хочу вас узнать вас набрал вам представился узнать как ваше мнение вы уже от этого уходите куда-то в дебри вот и все так валерия у тебя какая должность так ладно антон или вас как там но я думаю все таки его зовут антон все таки туда попал ладно так поймала сами с вами диалог не не получится я понимаю не знаю инвестируйте если вы инвестируйте очень рады а чё ты сразу заинтересовала твои предложения надо было раньше говорить что заинтересовала 10 минут мы с вами ходили вокруг да около пятое десятое а вот вам интересно мне уже нет до свидания куда стой что там указано антон здравствуйте кто это это вас юрий набирает представитель компании прайм хотел пригореть несколько минут удобно и кто такой вообще откуда мой телефон знаешь набираюсь компании прайм вас представитель финансовые юрий меня зовут что за компания прайм чем занимаются какие аналитические компании хотел с вами обсудить такое направление как торговли финансовом рынке тематика знакома для вас слышали а кто тебе мой телефон то дал а с каких пор мы на ты вообще с вами перешли как хочу так разговаривать ты с чего мне позвонил с телефона молодец выкрутился откуда тебе номер телефона взял предоставил маркетинговый отдел медиаскоп а никто не выкручивается я вам говорю как есть понимаете но вы почему так разговариваете понять не могу вводе и как есть у тебя то есть не управляет удача любом звонить днем у нас громче говорите плохо слышу так не скажи что там у кого полцентра потише говорили а у меня никого колл-центра нет я в нем с брокерской компании так вот так по этому просто делайте поэтому брокерская компания даже есть ответ на ваш вопрос как ты брокер или кто или просто на телефоне сидишь да я брокер серьезно да вот набираю в свою компанию непосредственно потенциальных партнеров о том ли ну давай расскажи мне что сейчас с рублем творится и будет твориться а что вы не видите что с рулем творится не понимаете что с ними происходит это вижу меня твое мнение интересует я не выскажу свое мнение по поводу рубля обсудить в принципе направление торговли на финансовом рынке и сотрудничество с компанией который представляю то есть не компетентен да не уполномочен да что вы имеете ввиду в чем для вас заключается компетенция брокера так и брокер или просто мне подогнать людей да я брокер в чем для вас заключается компетенция брокера но так ты если брокер поясни мне как дальше будет ситуация развиваться на рынке с рублем как сложится геополитическое обстоятельство так и будет развиваться какой объемный вам как долгосрочной долго долгосрочной перспективе или в краткосрочной объяснить в краткосрочной неделе неделя ну скажу вам так что в недельном таймфрейме надо заказывать вангу которая скажет вам какие завтра будут приниматься решениями главами государства исходя из этого какие санкции будут приниматься на сегодняшний день есть санкции стороны японии на фоне этого рубль ослабевает я вам не могу сказать чтобы в течение недели потому что в принципе вам этого сказать не может никто рубль волатильная валюта на сегодняшний день самая волатильная которая есть как раз-таки на мировом рынке и волатильность это связано с напряженностью которая сейчас возникла и независимости суверенитета двух скажем так уже государств на сегодняшний день что будет завтра даже вам никто не скажет и послезавтра понимаете на сегодняшний день фанкции стороны японии абсолютно неожиданны были но тем не менее внесли тоже свои коррективы как раз таки на показывает довольно неплохое влияние на нашу российскую валюту не мне интересует а вот там вот уже большая фирма правильно много брокеров да у нас 87 действующих специалистов а что среди них нету что ли ванги а вы как считаете вот если вам позвонил в брокерской компании они с годального дома есть тут ванги или нет я просто ты же там говоришь если если было банка да как так у вас 87 брокеров и ни одной ванги нет как вы работаете вы воде по голосу взрослый человек взрослый мужчина неужели думаете что это смешно у вас как самого улыбку ты натягивает на лица эти слова просто смеются и на полном серьезе спрашиваю я вам на полном серьезе говорю что вы не до разу слышали ну повтори так зачем повторяться говорю один раз все активируйте активизируйте свои локаторы повысите громкость как-то и слушайте усказал тех пор мы на ты перешли я спрашиваю я тебе вопрос задал ты все сказал или еще что-то есть сказать каких пор перешли на ты чудо объясни мне пожалуйста с каких пор мы перешли на ты ты хочешь поумничать тут ты будешь быть перешли или казаться кем-то пифа навешивать да отыграться за свою за свою конечно ярлык ярлык я на тебя такой ярлык навешал даже представить у него за таких ты таких слов даже детском лагере не слышал свой адрес я вижу как тем нравится как твоя работа звонишь людям начинаешь начинаешь на них ярлыки на месте конечно конечно так вот вообще мне просто нравится мне просто нравится люди которые пытаются казаться кем-то а по факту вот не имеет никакого представления в принципе ни о чем ты про те кто в зеркале междунал вот и задал вопрос про рубль к чему этот вопрос был если ты тупица там ни в чем не разбираешься я мог тебе сказать абсолютно любое и ты бы кивал бы и улыбался вы так сказал любую потому что и не компетенте на этом вопросе ну как некомпетенте я тебе сказал действительность суровую проекте на сегодняшний день зайди проверь данные которые тебе сказал но так а зачем ты тогда свою варюку открываешь вообще да мне интересно с тобой пообщаться ты вот время тратишь и не понимаешь что ты других не конечно 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 тебе интересно тебе интересно пообщаться сразу с этими людьми потому что вот ну исходя из общения с тобой смею предположить что у тебя таких в кругу твоем нет так ты вот набирайся понимаешь хорошего от этого диалога и за какую-то пользу для себя подожди а ты долго развивал у тебя вот это вот умение навешивать ярлыки людям не хамить и грубить долго развивался это не надо развивать это врожденное таким родился про обретенные навыки не ты родился про духом родился как и сразу начал хамить и навешивать ярлыки на них да ну вот в твоем представлении ребенок новорожденный умеет разговаривать умеет хамить умеет вешать и руки сам сказал с рождение с рождение это было в крови и сражение короче что я вообще с тобой дурачком разговариваю трачу время вот я понять не богу интересную ситуацию с рублем как и не рассказал что там указано что там указано Продолжение следует...